Сегодня в стенах Приморской районной администрации мы провели рабочую группу по вопросам насилия в семье. По распоряжению мэра нашего города мы с этой проблематикой начали работать год назад. И я горжусь тем, что как раз пилотным проектом являлся Приморский район. И на основании результатов, которые были показаны в Приморском районе, по всей территории города и области, начали работать такие рабочие группы. Цель была создание таких рабочих групп, это проблемы, с которыми сталкиваются в семье. Это и дети, и родители, это насилие в семье. Очень большой процент сегодня умалчивается, мало кто знает, куда нужно обращаться, есть ли такие вообще службы. И что делать людям, которые оказались в сложных семейных проблемах, где муж, скажем так, издевается над мамой, над детьми, где дети издеваются над пожилыми родителями, где ребенок все время попадает под какие-то сложные ситуации, связанные с пьянством одного из родителей. И дети сегодня это самый уязвимый субъект этого процесса. Созданы мобильные бригады совместно с нашими коллегами из национальной полиции. Созданы бригады психологической помощи. Сегодня создан центр, первый центр по предоставлению психологической помощи людям, которые пострадали в такой сложной ситуации. И самое главное это то, что сегодня мы максимально стараемся объединить все службы и все структуры Одесского городского совета, Одесской области, департаментов и управлений, которые так или иначе отдельно взято занимаются этим вопросом. Мы хотим это соединить в первую очередь, показать на примере Приморского района и конечно же рассказать об этом всем и показать, что сегодня не нужно бояться, не нужно жить в страхе. Если случилась такая беда и в семье издеваются или над ребенком, или над пожилыми людьми, или ребенок издевается над родителями, сегодня есть телефон горячей линии, куда можно обратиться, куда выезжает мобильная группа, где сначала проводится разъяснительная работа, а если мы видим по статистике, что там невозможно решить этот вопрос разъяснениями, заводится уголовное дело и уже конечно и административная ответственность, и уголовная ответственность. Я когда увидел статистику, которую нам сегодня предоставили службы за то время, в котором мы работаем, она действительно ужасающая, потому что те цифры, которые у нас сегодня показывают, что 50% всех детей на территории Украины страдают от того, когда в семье происходит насилие и 50% каждый второй ребенок. Мы прекрасно это понимаем, и для того, чтобы уйти от этой проблемы, для того, чтобы уйти от тяжелейших последствий и психологических последствий у детей, конечно, мы делаем все возможное для того, чтобы запобегать таким деям. Эта рабочая группа будет постоянной, телефоны мы разместим и на сайте Приморской районной администрации, на сайте города, на официальной странице в Фейсбуке. И, конечно, вот такие вот рабочие группы и совместные постоянные обсуждения тех или иных проблем, которые возникают каждый день, дают нам возможность улучшить качество предоставляемых услуг пострадавшим, ну и, конечно, предупредить такие случаи, которые очень часто возникают в одесских семьях.